Всем привет ребята, с вами снова Хик и сегодня я вам покажу топ 10 скинов в GTA San Andreas, которые были использованы лишь в кассценах игры. Поиграть этими скинами у вас не получится, как и в самой игре, так и с помощью сторонних программ. Исключением же служит, если вы сами нашли модельку этого скина и заменили его на какой-либо из существующих. В общем, закончим с предисловиями и поехали. Братик, а перед началом ролика рекомендую первый молодой и перспективный журнал 5 News, посвященный информированию о прогрессе развития мультиплееров и игровых роллплея проектов в GTA 5. Приятное оформление, все быстро и качественно, подписывайся, ссылочка находится в описании этого ролика. Бидап, он же Марк Уэйн, наркодилер и бывший член банды Грув. Появление персонажа происходит в кассценах Cleaning the Hood и Beatdown on Bidap. У меня на канале есть подробное видео об этом персонаже, если тебе интересно, ссылочка находится в описании. Персонажа в игре не существует и поэтому действовать с ним никак не получится. Богмэн, персонаж, который появляется в качестве второстепенного антагониста в Грандзуф Афту Сан Андрес. Его полное имя не раскрывается в игре, но его можно увидеть в таких кассценах, как Mad Dog в Би Раймс и Ice Cold Killer, а также в файлах игры. Джимми Сильверман, музыкальный продюсер и менеджер, работающий на студии Blastic Fall Records. В начале 90-х он работал с такими известными исполнителями, как Mad Dog и Рошель. Если что, это певица. Также недолго он работал с OG Lock'ом, после исчезновения Mad Dog'а. Но забегая вперед, он перестал затронуться с OG, после того, как узнал, что книга Рифм была украдена у Mad Dog'а. И OG выдавал чужие произведения за свои. После того, как узнает об этом Сильверман, он расторгает контракт с OG и грозится подать на того в суд. Хосе является одним из членов банды Los Astex. Один из лучших друзей Цезаря Вильпандо. Хосе появляется в игре лишь единожды, и это происходит на мизии Цезарь, после того, как Карл запретил Цезарю целовать его сестру. Хосе мгновенно вступает в спор, грубо говоря, с Карлом. Но его останавливает Цезарь. Позже Хосе покидает место и больше в игре не появляется. Также его нигде нельзя использовать. Кэндал Джонсон. Родная сестра Карла Джонсона, а также девушка Цезаря. Крутится во множествах катсценах, но при этом в миссиях она не появляется. И взаимодействовать с ней никак нельзя. Интересный факт. В миссии High Stakes Lowrider, где CJ впервые соглашается участвовать в гонке, в машине после ролика с Цезарем сидит Кэндалл, но с измененным скином. Модельку персонажа также можно найти только в файлах игры. Малыш Билл прослушивался как вокальный исполнитель в казино 4 дракона во время катсцены I Home in the Hill. И поет он свою песню под названием Smell Put Perfectly Formant. О, господи, гугл-переводчик. С гугл-переводчика переводится как маленький, но превосходно сформированный. Ах, жесть. Кэндалл и Вузи отвергают его, потому что хотели кого-то побольше. Малыш Билл злится и уходит. После этого Билл никогда не упоминается в течение остальной части сюжета. Майрия Латоре Персонаж в нескольких игр серии GTA. Центральные роли ей достались в GTA 3 и в GTA Liberty City Stories, в то время как Сан-Андрес лишь дополняет ее историю. Первое появление этого персонажа приходится на миссию Free Fail. Именно на этой миссии в катсценах мы ее и наблюдаем в качестве официантки в казино Каллигулы, в котором заправляют мафия. Именно тогда состоялось знакомство с Доном Сальваторе Леоне. Намного позже они с ним поженились и переехали в Liberty City. OG Lock Как же без этого персонажа в этой десятке? Да, я знаю, с OG Lock можно поиграть, но в игре есть разные модельки его персонажа. Именно OG Lock недоступен в костюме Бургершота. Хотя этот костюм есть в катсценах, но в игру его так и не завезли. Почему-то, зачем-то, не знаю, неизвестно. Но он выглядит гораздо лучше, чем он есть на самом деле, если честно. Хе-хе-хе-хе-хе. дури и денег так как у нее не на что было просто купить новую одежду на что была снова отвергнута и по приказу джизи охрана вывела бы тяну за пределы клуба и это кстати единственный раз когда она упоминается в игре и к сожалению для нас обычных смертных персонаж недоступен шук-фу ран файли молчаливый персонаж в gta стан адрес жан файли является лидером триад red геккотонг в сан-фьерро задача вузе преуспеть перед господином фали так как он превосходит того в ранге он безмолвлен и в течение всей игры предпочитает просто поворчать подразумевая того что у нее есть постоянный переводчик который кажется понимает все эти ворчания как-то так ребятушки если вам понравился данный видеоролик и вы узнали из него что-то новое то смело ставьте лайк подписывайтесь на канал мне будет очень приятно вам не сложно мне приятно как говорится а также пишите комментарии хотели бы вы чтобы эти скины присутствовали в сам пи и ими можно было поиграть там разные роли например а на этом у меня все всем спасибо всем удачи всем пока хорошего настроения